Продолжая кампанию за Италию, прошлая часть началась масштабной воздушной битвой за Британию. Здесь мы сосредоточили очень большое количество ночных истребителей для превосходства в воздухе над Британией и стратегических бомбардировщиков. Так они у нас с территории Франции бомбят. Также здесь легкие бомберы и морские бомберы. В принципе основную задачу они выполнили. Превосходство в воздухе мы завоевали на территории Британии и с эффективностью 95 процентов проходит стратегическая бомбардировка района юго-восточной Англии. Ну где Лондон находится. То есть инфраструктура здесь почти полностью разрушена, а снабжение идет из столицы. Поэтому скорее всего поэтому нас еще не сбросили здесь в море. Да, и в прошлой части произошло фашистское восстание как раз в очень удобном мне месте вот в районе Ливерпуля. Тут такой вообще промышленный центр просто. Как раз я планировал высадку где-нибудь в район Уэльса. Вот и наша 12 армия Берсельеров здесь помогла восставшим фашистам из так называемой Британской империи в главе с Освальдом Мосли. Вот мы им помогли. Здесь пока будем держать фронт просто. И у меня еще есть армия пехот, 10 дивизий. Я хотел их высадить в район Дувра, потому что здесь слабая оборона. Вот. Но я так подумал, я не хочу повторять ошибку, которая была у меня в Крыму, когда я тоже опять же вот эту армию высадил. Вот. И там из-за того, что я разбомбил статистическими бомберами инфраструктуру в Крыму, у меня было плохое снабжение. Из-за этого практически всю эту армию потерял. Потому что ей не хватило снабжения. К тому же, если мы захватим Лондон, то они перенесут столицу, скорее всего, куда-нибудь в Бирминген, допустим. То есть где более нормальная инфраструктура. Или, допустим, в Эдинбург. И оттуда они будут лучше снабжать вот эти дивизии. Скорее всего, они нас здесь сбросят в море. Ну, в прошлой серии бои были жестокие не только на территории. Ну, не только воздушные. Сколько мы здесь потеряли? Ну, нормально так. За месяц потери. Только в районе юго-восточной Англии. 130 истребителей и 360 бомберов. Из них большая часть сбита ПВО. Очень мощное ПВО у англичан. Ну и мы сбили в воздушных боях 281 истребитель. Здесь у нас слабые бои были. Здесь тоже. В основном, конечно, вот здесь, в районе Лондона идут. Плюс к этому, наши морские бомберы вот здесь вот полностью, практически безраздельно господствуют в воздухе над вот этими морскими регионами возле Англии. И, как мы видим, союзники здесь очень серьезные потери. Несут тут авианосец. Еще один потопили. Еще 10 эсминцев. Мои тяжелые морские бомберы отправили на дно. То есть, союзники допустили, ну, американцы и англичане допустили такую же ошибку, как я. Очень слабое ПВО на кораблях. Поэтому я сейчас вот занимаюсь перевооружением кораблей, чтобы поставить у них вот второй уровень ПВО был. Вот так, у союзников, скорее всего, первый уровень. В общем, вот в этой части армия нашей линейной пехоты. Сороковочек этих. Попробуем, наверное, высадить, я думаю, в Шотландии все-таки. Здесь просто слишком рискованно высаживать. Вот. Почему-то здесь в Эдинбурге нету порта, хотя это очень странно, потому что это очень крупный город, и он портовый явно, как бы. Вместо Эдинбурга здесь порт в Росайте, напротив. Ну, Росай – это какой-то очень маленький город. Видимо, они специально сделали разработчики, чтобы сюда не высаживались. Потому что в Эдинбурге пришлось бы делать порт большой, а здесь можно сделать маленький порт, скорее всего. Хотя… Хотя я, честно говоря, не знаю, какой здесь размер порта. У нас такой информации… А, пятый уровень. Ну, в принципе, нормально. Если что, можно еще 500 этих транспортников перебросить, чтобы воздушное снабжение здесь сделать по воздуху. О, еще линкор «Мевада». Ну, тут вообще жесть, конечно. И все, мои тяжелые морские бомберы потопили. В текущем месяце мы потеряли 0 кораблей, а союзники – 45. В прошлом месяце тоже вообще несравнимые потери. Мы всего 4 корабля потеряли, а союзники – 115. Так, и сейчас что еще? В Индии мы закрепились по этой реке. Тут очень тяжелые бои были, много мы потеряли солдат. Из-за этого у нас очень мало резервистов сейчас. Наступать у нас сейчас тут сил нету. Только вот в воздухе сражаться и пытаться здесь превосходство в воздухе завоевать, чтобы сбросить атомные бомбы. У нас сейчас уже три штуки в наличии имеется. Но мы не можем сбросить, потому что не хватает воздушного превосходства. Нужно вот тяжелые истребители, которые здесь превосходство в воздухе завоевывают над Северной Индией. Их надо на дальность апнуть. Вот так вот. Насколько хватает у нас очков. Так, мы не производим стратегические бомберы. А их у нас очень много сбивает над Англией. Да, 200 осталось всего. 5GP-133. Так, всего остального хватает. А, ну. Можно еще стратегические бомберы потом на защиту апнуть. А, нет, это не защита, это... Маневренность и воздушная атака будет больше. Ну, когда наберутся очки у нас опыта. Здесь надо попробовать прорваться в районе Пешавара в Пакистане. Вот сюда, он заходит в эту провинцию. Чтобы вот эти все были окружены союзной дивизией в Афганистане. Субтитры создавал. Да, и надо перебросить гарнизоны в Ирландию, потому что это довольно богатая промышленностью провинция, а мы армию сняли отсюда, пехотную. Гарнизоны мы перебросим из Крыма, вот эти, которые сейчас они подойдут. Тут шансы явно в нашу пользу. Первый пошел. Второй пошел. Все убегают. Продолжение следует... Где заводы можно снять? Так. О, вот у нас куча заводов. С миноветов можно забрать. Не, на танках даже надо оставить. На этих БТРах механизированной пехоты. В приоритете стратегические бомберы и тяжелые истребители. Наши союзники вообще какие-то слабые на море. А, да, надо еще отправить гуманитарную помощь британским фушистам. Самое необходимое, что... Древние пистолеты-пулеметы Беретто, которые самые начальные в Италии были. Горно-стрелковые снаряжения. А, хотя у них нет горно-стрелковых. Так. Легковые автомобили. Для штабов. Тэнк. Мотоциклы разведывательные. Мне, наверное, у них не нужны. Транспорт... Конные эти... Тягачи конные. Для артиллерии. Легкой. Средней. Полевая форма, самая старая. Пистолеты-пулеметы Армагуэра ОГ-43. Не самые старые, кстати. 10 тысяч отправлю. Неплохие они. Винометы. Так, а нет, это современные винтовки. Молвыкю... Увалпозиitetые по PPE. Танц. Молвыкю. В labеnic Carr pissoа. Танц. Он собирается сама моя цепь, Танц. 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 Побода. Пулеметы бреда или бреда. Допоснащение. Противотанковые ружья. Пехотные пушки. Горные пушки. Штабное снаряжение. А у них гарнизонов много, а гарнизонные нужны. Пулеметы Викерс трофейные. Один оставим на память. Броневики разведывательные. Роллс-Ройс. Вернем. Томпсоны. Пистолет-пулеметы. Томпсоны. Американский. Томпсоны. Томпсоны. Ну и легкую артиллерию. Трофейную ирландскую. Так, легкая артиллерия ирландская. Трофейная 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 артиллерия ирландская. с морской поддержкой. Главное, чтобы здесь индийцы не бузили, потому что у нас очень мало народу осталось. Здесь надо накопить резервистов, но они сейчас вроде занят и индийцы вот здесь воюют с японцами. Кстати, пробились мы в эту провинцию. Не хватает командного ресурса, чтобы назначить черту командующему. Там 15 нужно. Только я сказал, и они начали наступать в Пакистане. Пытаются форсировать инд, но тут у них штраф. Минус 50% почти атака из-за пересечения реки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уже сопротивление растет в Ирландии. еще один авианосец американский потопил наш тяжелый морской бомбер и там гарнизон это наш вот этим нашим землям уже ничего не угрожает тут со всех сторон союзники турция но вряд ли турция в таком положении как будет вступать войну на стороне союзников тем более здесь наши есть союзники вот сирия ирак я думаю они сейчас еще разберутся с турцией жесть конечно тут и мой патрульный флот раздает и морские бомберы просто пачками гибнут особенно эсминцы английский как вообще корабли осталось у англии около 250 такого сша сша вообще 100 кораблей осталось горит руман крутой парень испанцы бегут впереди паровоза пытаются высадиться в южной америки тут большой мексиканский флот у мексики же вообще пехотной дивизии по монету коммунисты революционная партия мексики ярый троцкист преданный троцкист но с церковью он дружит двойные стандарты или у троцкистов было разрешено союз католической церкви так ну да у нее 12 дивизий и чего тысячи тысячи кораблей или что-то не так понял но мексика всю войну строит только корабли так кстати что там в аргентине то я же тут фашизм набустил уже 30 процентов популярность фашистской партии в аргентине где-то процентов когда 40 будет уже можно ждать переворота здесь хотя не факт что он будет авианосец лексингтон пошел на дно после налета наших тяжелых морских бомберов туда тут полностью воздушное превосходство есть поэтому здесь просто безнаказанно безнаказанно мои морские бомберы просто шалят еще два авианосца потопили а у них нету у них на авианосцах у американцев нету а нет есть истребители я думал только торпедоносцы а у них истребители есть ничего не промолк проморгали тогда мою эскадрилью только четыре моих этих морских бомбера сбили 300 истребителей всего четыре сбили может сша не качала доктрину нормально морскую на авианосцы так просто сеньоры высаживаться будем в принципе сколько здесь регионов в принципе можно даже из норвегии высадится здесь два региона как раз а здесь три получается регион вот из этого из бергена тут неплохие базы воздушные но здесь как обычно все перед перенаселено переполнен и и и и и и и и и уже третий уровень будет сейчас доступен его на кораблях можно будет до 3 уровня обновить раз ты сеньоры карнизона перед перебрасываем по морю чуть не нравится блин турция же в ту турцию турции всю жизнь всего и нам мешает нам в горле кость берма капитулировала перед японией контурационы пробиваемся быть потихоньку к этому региону ключевому вот этой провки авианосец хэнкок хэнкок потопили безнаказанно вообще не но американцы вот в этом бискайском заливе они как бы здесь зачем учитывал флот посылает я не знаю тут же мне полное воздушное превосходство то есть не корабли здесь без прикрытия с воздуха идут ну 13 бомберов мы потеряли вот здесь за месяц спитые кораблями по вону это вообще по сравнению с тем что они потопили здесь сколько там четыре авианосца кстати надо посмотреть в правительстве можно что-нибудь поменять то я давно не менял весь короля он по идее не можем поменять министра странных дел нас чана принципе он свои обязанности выполняет добросовестно а я же не могу поменять у меня не хватает плит власти все равно пока что и на командующих тоже на военное командование тоже не хватит здесь очень дорого сменить я пока что не столько полит власти а а наконец-то зеленое небо над пакистаном все равно за месяц тут 250 самолетов потеряли противники 450 северная индия естественно защита выше чем их не атака у стратегических бомберов за месяц потеряли 85 здесь бомберов воздушное превосходство здесь есть вроде бы 67 процентов о можно сбросить атомную бомбу естественно надо надели естественно 75 процентов есть полетели ну вроде мы первые сбрасываем вроде до нас еще никто не сбрасывал в этой компании насладимся видом а тут туман войны идет теперь по идее у индии будет проблема со снабжением я думал ты ли это один регион город тут надо весь регион разрушать получается допустим вот берлин допустим это один регион считается и лондон тоже американцы вообще ошибок своих не признают продолжают порно здесь да впервые в истории атомная р начинаем американцы продолжают упорно слать свои корабли без крайский залив а я уничтожаю то проблем а это хороваты стоят а это хороваты стоят атома таки он все вышли мы из афганистана к инду теперь получается окружение попали около 30 дивизий союзников непальские бутанские бирманские индийские дивизии конечно могут еще вырваться но мне кажется тяжело им здесь будет через реку прорываться только организации формazione а и 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 просто штабелями ложатся на дно эсминцы английским причем они тоже скорее всего англии проблема с горючим и у них эти корабли штрафы видимо у них движение может или к чему-то там это она горючей даже не закупает своего горючего не нету нефти оконовой у нее есть но и есть почему-то до сша не отправлять и горючее где этот посмотреть закрыта экспорт то есть они на экспорт могут отправлять нефть так надо отправить их пополнение и атаковали англичане и надо тоже тут их успокоить немножко придется успокоить и бомберы стратегически на бирмингем сбросим атомную бомбу здесь у нас есть превосходство в воздухе бирмингем это по-моему второй по величине город Англии Великобритания промышленный центр полетели и 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 Вон здесь дождь мешает. Бак еще тоже плюсик горит, хотя... Черт новых нет у генералов. А где эти гарнизоны? Заблудились где-то? А вот они. Я даже не знаю, мне кажется, по морю было бы даже быстрее, чем по суше. Хотя вроде стратегическая передислокация... Поездами, но все равно что-то долго. Ордены! 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 Ордены самые excited! Ордены! Орден! Ордены! Так, две дивизии чернорубачников восстановленные. Блин, тут на самом деле, не знаю еще, получится ли здесь подержаться. Так, сбросим атомную бомбу на Лидс. Из него атака идет как раз. Авианосец Рэндольф, США, потопил наш тяжелый Москобомбер. Так, ну тут истребители сбили наши пять морских бомберов. Ну это не это, не равноценные потери. Авианосец Рэндольф Линкор Калифорния пошел в одно и тяжелый крейсер Сан-Франциско. Авианосец Рэндольф Авианосец Рэндольф Авианосец Рэндольф Орж Авианосец Рэндольф Авианосец Рэндольф вся шотландия как на ладони рентгенится сканируется тут одни гарнизоны полу моторизованные дивизии 2 стоят на это слабенько вот это самая главная проблема в северной северной британии пехотно 9 дивизии попробуем 6 дивизий это первой высадки так наша патрульная эскадра возвращается патрулирование переведем сюда для прикрытия высадки у нас ремонтируется конта диковых линкор тогда заберем вот тот флот оперативный 2 где у нас гордость флота линкор рома и джузеппе верди так модернизируем легкий крейсер на увеличение по это первое так модернизируем легкий крейсер на нашей стороне так и так и так и так и так и так и Продолжение следует... 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 Так, здесь у нас больше регионов захватывается. Значит надо и с... блин... здесь аж четыре региона. Почему немцы ничего не делают? Могли бы уже высадиться, захватить всю Англию. Вообще проблем осталось. Ну что-то вот в этом моде BlackAist, немцы вообще какие-то пассивные. Мне кажется в ванили немцы бы уже высадились в Англии. Но тут и зря конечно испанцы здесь высадились. Здесь у нас вражеская Бразилия, поэтому они там долго не продержатся. Тридцать тысяч всего осталось запасников. А, тут еще мне советы помогают. Со спины. А, тут еще мне советы помогают. Как про! Тем, fillем! Мировая задача. Блайн! Умирает задача! Трен nies 90 разъем. Умирение. «Повольно! Умирение за здесь! Так, надо здесь наверно все-таки из тавангера наверно высаживаться. АВАЗЗАТЕ! Она очень много бомберов сбивает ПВО, английская, но истребителей мы теряем меньше в два раза, чем англичане. Тут у нас ночные истребители лучше, чем вот эти предозапада 303, круче, чем супермарин спидфайр. Хотя их больше, 1500, а у нас всего 300 здесь. Танк фабрики свободны. Можно склад снабжения построить где-нибудь. О, гарнизоны приехали. О, гарнизоны приехали. Ну, сейчас придется всех, кого можно отправлять. Гарнизон на сопровождение высадки. Так, назначим Джузеппе Фиорованса командующим. Вот этой патрульной эскадрой. Вот у нас сейчас свободные линкоры. Вот у нас есть, пожалуйста. Вот у нас вüzelte. Что я не хочу? Назв Mystira. Отвращаем воинобществе. АВАЗАТЕ! Прonto all'azione! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 5 в день мы производим надо больше 5 в день мы производим 5 в день мы производим 5 в день мы производим поставим пока сменится на модернизацию на полу немножко лучше 3 дня в 3 дня всего будет но мы тут сами индийцы отступают так что мы займем свободные пробки все уже чувствуется что индия слабло уже и бирму заняли японцы и здесь они отступают тут уже мы соединились с японскими сателлитами всякими таиланд маньчжурия в принципе деле тут недалеко построим к мы еще ядерный реактор штучки чтобы быстрее создавались атомные бомбы все и 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 это и и и Вот тут танками, в принципе, неплохо, пора у них не проехаться до самого Делли без проблем. Но здесь танков у меня нет, и моторизованная пехота тоже. Ордени? 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 Нет, не хватит людей, чтобы пополнять эти дивизии. Поэтому здесь надо очень осторожно действовать сейчас. Сами лучше не атаковать. Пусть здесь немцы атакуют. Продолжение следует... 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 Так, выводим наши корабли на дежурство. А, я этот регион поставил, вот там. Аккуратно здесь надо. По возможности избегать вот этот регион. Ну и вот эти, естественно, Ла-Манш. И Ла-Манш вообще закрыл проход. Аккуратно. 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 Прирост топлива ежедневный 30 тысяч. А, потребление 23 тысячи. Аккуратно. 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 Попробуем тут аккуратненько продвигаться. Аккуратно. Чтоб не большие потери не нести. Все два дня осталось до высадки в Шотландии. Субтитры сделал DimaTorzok Встреча на Индии, типа как встреча на Эльбе, мы встретились с нашими восточными союзниками, восточными партнерами, японцами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, они будут плыть быстрее, чем дойдут вот здесь. Вот этот регион еще Арисы занять, попробовать и окружить вот эти дивизии здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пронят Субтитры сделал DimaTorzok 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 а у меня нет вообще мастерских по подводным лодкам вот это нужно исправлять срочно недостаток этот две штуки построим 4 на сардинии что может прорвутся тут самая сильная дивизия стоит французская механизирована 12000 человек ладно уже прежде сажать и железнодорожные эти пушки исследовать уже больше ничего следует просто гигантская артиллерия которая как она называется батарея ну типа как у германии была там густавдора там небо сверх мощная а а вот и и и и и Надо постараться в этой части хотя бы индию выпилить. Сейчас попробуем вот здесь прорваться вот так. Пронто, сеньоры. Вроде высадимся сейчас в Шотландии. Продолжение следует... Или не высадимся? Блин, они подвели... Гарнизоны подводят резервные. И здесь тоже подвели резервы. Продолжение следует... Не высадились. Дубль 2. Куда они поехали? В Исландию что ли? Наркоманы, куда вы поперлись? Алло. Реально похоже вы в Исландию поплыли. Продолжение следует... 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 Ордини? Продолжение следует... 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 Расслабьтесь! Время! Время! Время, мальчик! Время! Ордени! Пронто на лазер! Сейчас убежит одна дивизия. Успела убежать. Успела убежать из котла. Успела убежать. Успела убежать. Успела убежать. Успела убежать. Пронто, signore. Си, signore. Продолжение следует... 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 Pronto... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... АВАРЗАТЕ! ПРОНТО! СИ, СИНОРЕ! ФОРМАЗОНЕ! АВАРЗАТЕ! ЭТО! ПРОНТО! ПРОПРИ! РУКОМ АВАРЗАТЕ! СИ, СР fueron! РУКОМ АРЗАТЕ! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...